Ну, я надеюсь, что мустовые они будут скупы, будут щедры, и дадут мне все спецэффекты, которые я у них запрошу. Может быть, я заранее извиняюсь, может, не совсем корректный вопрос. Как ты относишься к Джамале? Я извиняюсь. Ты про uncomfortable questions? Да, да. Я заранее извиняюсь. Что я знаю про слово краймия? Слово краймия — это на французском «мой край». Вообще, на самом деле, я недавно написала бы по поводу того, чтобы сделать совместную песню. Мне очень нравится Джамала, и я давно ее слушаю, мне нравятся ее песни. Много из ее треков до сих пор у меня в плейлисте. И я надеюсь, что у нас что-то получится. Мы должны скоро встретиться вместе, поджемить, что-то попридумывать, просто пообщаться. И я надеюсь, у нас получится какая-то очень крутая, эпичная песня. А для чего была вот эта провокация, по твоему мнению? Она же просила не говорить по мне эту тему. Вот сейчас тебя все покусают. Я просто первый раз здесь. Она же просила меня обсуждать. У тебя аудитория есть. И девочки, и мальчики тоже есть. Мужская аудитория. Как относится к этому Александр? Не ревнует ли? Я могу попросить ответить Александру на этот вопрос. Он немного ословлен. На самом деле, все окей. Когда у вас в отношениях есть доверие, когда вы друг друга любите и уверены прежде всего в себе, то у него возникает таких вот ревностей или вопросов, как ревность. Потому что вы чувствуете друг друга и чувствуете уверенность в друг друге. Поэтому он относится очень спокойно. Когда ты прогонела на весь мир, когда драм-группы стали ратированы по всему миру, была ли у тебя какая-то реакция, на которую ты даже не ожидал? Была реакция, что ты его работал, радио слушал, и я вообще не ожидала. И при всем при том, что это очень закрытая страна, и там, по-моему, какие-то даже очень большие проблемы с интернетом. Но мне часто писали ребята из Ирана, что слушают в Иране драм-групп, и мне нравится певица Маруф, приезжайте к нам с концертом. Но, понятное дело, это невозможно. Это мусульманская страна, и там меня просто где-нибудь побьют. За любой мой костюм. Даже за самый закрытый. Интересно, если бы не было возможности создать популярный артист, то что бы все это было на работу? Я бы была ученым. Я бы занималась какими-то разработками, исследованием. Мне это очень нравится. Я планирую, на самом деле, когда я буду уже старенькой, в морщинках, некрасивой, я вот буду заниматься наукой обязательно. Обязательно косынки. В косынке полезно. Я бы хотела собрать несколько раз подряд Мэдисон Скворь Гарден. Я думаю, это такой хороший показатель о успешности артиста и мирового признания. Но я его соберу полюбасу. Давайте спою и продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...